Мы продолжаем отвечать на вопросы зрителей интернет-портала Экзегет. И вопрос такой. Как воспитать верующего ребенка? Очень часто задающийся вопрос, очень, я понимаю, животрепещущий для каждого православного родителя. Это ответственного, по крайней мере, родителя. Это основной вопрос. Но этот вопрос не совсем правильно сформулирован. Что значит воспитать верующего ребенка? Что значит верующий ребенок в вашем понимании? Твоем, твоем, твоем. Что родитель вкладывает понимание в слово верующий ребенок? Верующий, как Варфоломеи и Прохор, которые стали потом Сергием и Серафимом. Верующий, как Давид, потом написавший Псалтырь и немало сделавший для Израиля и ставший праотцом Иисуса Христа по плоти. Ну, так таких детей в полном смысле слова воспитывать не надо. Они воспитывают своих родителей, потому что это люди, освященные от чрева матери, благодать Божья вселяется в них обильно сразу, и благодать как раз и уводит их и от детских игр, и от детских забав, и от детских шалостей. И открывает сердце и уста для молитвы, потому что и Прохор, и Варфоломей, и Давид, они еще в детстве молились, молились от всего сердца и были людьми, избранными Богу. Это на самом деле невозможно воспитать, это действие благодати Божией, человек только может радоваться и учиться, но может быть ограждать, да даже и это минимально, потому что этот человек возрастает, вразумляется, получается и укрепляется Богом. Вот, тогда в каком смысле верующий? Вот, просто чтобы он сознавал, что есть Бог, вот, ну, для этого нужно быть самому верующим. Почему дети становятся, скажем, врачами, учителями, коммунистами? Они разделяют те убеждения, которые есть у их родителей, тот образ жизни. Потом они могут это поменять, естественно. Вот, когда они становятся сами взрослыми, когда они восходят в возраст после 20 лет, они могут переоценить и возненавидеть коммунистическую партию или бросить медицинский институт, или возненавидеть всю систему образования и пойти на границу, служить солдатам. Но это все будет потом, это вообще не в нашей воле, важно это понимать. Как бы мы не воспитывали ребенка с определенного возраста, он начинает сам определять свою жизнь, свои поступки, и здесь невозможно ничего сделать. Важно понимать вообще в принципе ограниченность родительских усилий. И Священное Писание дает в этом нам прекраснейшие образцы, когда в одной семье растут два сына, и они совершенно разные, скажем, Исав и Иаков. У того же Иакова в семье 12 детей, и все они разные, а Иосиф отличается от них коренным образом. И так вот, что не история, то показывает о том, семейная история, но показывает о том, что один человек такой, другой совсем другой, причем до противоположности, как Исав и Иаков. Наши усилия необходимы, возможны и допустимы, но они ограничены. И родитель, который этого не понимает, проиграет безусловно и всегда. В любом случае он поймет, что вот ребенок живет самостоятельно жизнь. Я знаю один эпизод, когда женщина, воспитывая ребенка одна, действительно вот очень хотела воспитать его верующим человеком, ну как она делала как-то все эти необходимые вещи для того, чтобы воспитать. Когда ребенка исполнилось в 18 лет, он ушел в монастырь. И она в истерике билась, в рыдании билась, потому что это был единственный ее сын. И она не была к этому готова. И она сделала все для того, чтобы вытащить ребенка из монастыря и сделать его несчастным. Но зато счастливый, радостный саму себе. Поэтому, если вы не готовы к тому, чтобы принять, что родительские усилия, они ограничены, что рано или поздно ребенок сам должен определять свою жизнь таким сотворил его Бог, а не мир и не зло и не грех. И Адам, в конце концов, должен был быть, определить свое отношение к Богу. И Бог сделал все, чтобы он сделал этот выбор. Пусть этот выбор был неправильный, но не сделать его было нельзя. И Бог уже дальше строит жизнь, исходя из того, как можно это откорректировать. Но этот выбор должен был сделать. И мы пока не поймем этого, мы вообще не можем никого воспитывать, не имеем права никого воспитывать. Нас нельзя близко подпускать даже к воспитанию собственных детей, и пока мы не поняли, что с определенного возраста это самостоятельное бытие, которое будет строить свою жизнь так, как оно определило. Мы можем радоваться этому, можем печалиться этому, можем реветь по этому поводу, можем корректировать это, но мы должны осознать, что ребенок рано или поздно должен этот самостоятельный выбор сделать. Но понятно, что если все-таки ребенок растет в верующей семье, какие-то задачи воспитания, они необходимы, их нужно сделать. И вот здесь важно помнить две вещи. Первое – это мы должны, мы обязаны, мы ответственны за то, чтобы научить человека правде. По крайней мере, человеческой правде, если возможно, то и правде Божией. Мы не можем привести к Нему Бога за руку, мы не можем дать Ему веру, это дает Бог. Мы можем приобщать жизни церкви, мы можем свидетельствовать Ему о своей вере. Мы должны жить в соответствии с верой, но дать Ему эту веру мы не можем. Вера – Божий дар, и только Бог дает веру. И как сам Он говорит, никто не может прийти ко Мне, если только Отец приведет. И мы должны сознавать это, уступая место благодати Божьей, но правде научить Ему его мы должны. То есть, как минимум, об отношении человека к человеку, о справедливом, о правде отношении человека к человеку. О том, что нельзя обижать слабого, о том, что надо уважать старость, о том, что нельзя воровать, нельзя делать больно. Что если ты виноват, ты должен попросить прощения, и ты должен быть верным своему слову, всегда говорить правду и так далее. То есть, простые человеческие вещи. Мы вместо этого начинаем учить его чуть ли не Игнатию Бринчанинову, или там, скажем, Паисию Святогорцу, Исихазму. Хотим, чтобы он молился, хотим, чтобы он постился, хотим, чтобы он каялся. А то, что мы действительно должны сделать, и кроме нас некому это сделать, мы не делаем. Мы должны научить человека справедливости. Справедливость – это тот минимальный уровень, ниже которого воспитание опускаться не должно. Если получится, мы должны научить его правде Божией, то есть рассказать ему о том, что Бог заповедовал его благодарить за все. Что все, что нас окружает, благого и доброго, дом, в котором мы живем, родители, которые есть у ребенка, что все это дары Божьи, за них надо благодарить, и Бога надо чтить, и Богу надо приносить жертвы. Вот, если сможем этому научить, то мы должны и этому научить. Это было бы хорошо, но ниже учения о справедливости мы опускаться не можем, и игнорировать его не имеем права. Лучше всего, как я уже говорил, предваряя чтение книги «Второзаконие», читать хотя бы выборочно эту книгу ребенку. Вот это очень полезно. Книгу «Притч» очень полезно с определенного возраста читать ребенку. Второе условие, второе правило. Как я уже сказал, вере нельзя научить, и веру нельзя дать, если ее нет. Но мы веруем, что по вере нашей, родительской, когда вам принесли ребенка крестить, если мы в этот момент искренне верили и хотели, чтобы Бог осветил ребенка, потому что посвятили ему нашего ребенка, то мы веруем, что вера в нем, то есть талант веры, семя веры, благодать веры, в него была брошена. Значит, у нас зависит только то, чтобы дать семечку прорасти, чтобы дать семечку пустить корни и стебель, чтобы закрыть, укрепить его от дующих ветров, искушений, соблазнов, чтобы взрастить как цветок, то есть каким-то образом, так как мы вот ухаживаем за цветком на окне. Если он пророс, то его надо беречь. Если он не пророс, его взять неоткуда. Но если Бог посадил цветок, то мы действительно в состоянии и необходимой, и должны что-то сделать для того, чтобы помочь семечку прорасти. Оно растет само, оно делает все, что необходимо само, это имплицировано в само, это семя веры и жизни. Но вот то, что от нас зависит, оградить, укрепить, вдохновить, это мы можем и должны ответить на вопросы недоумеющие, просто поддержать человеческие. Но все это, как вы понимаете, не предполагает рационализирование, не предполагает рациональное какое-то преподнесение материала. Это не предполагает закон Божий. Вот, может быть, где-то там в школах, в гимназиях об этом рассказывают. Это не родительское дело, это учительское дело. Родитель не должен говорить ребенку о Боге и о его правде и о заповедях так, как говорит учитель. Он не должен говорить об этом с точки зрения дидактики и логических схем и рассуждений. От него требуется, чтобы он свидетельствовал о своей вере, то есть словом всегда говорил о том, что он верует, делами своими свидетельствовал о том, что он верует, молитвой и слезами свидетельствовал о том, что он верует, надеется, уповает и укреплял бы сына своего вот этим бы упованием. Приходит сын и говорит, вот что-то у меня не получается. Не надо говорить, почему не получается, зачем не получается, что все вокруг грешники, что ты сам грешник, надо тебе чаще на исповедь, на причастие ходить. Обнимите его, посмотрите в глаза и скажите ему. Знаешь, сын, я ведь тоже так же мучаюсь и страдаю, но Бог всегда помогал мне. Давай вместе помолимся. Твоя молитва еще слабая, давай вместе со мной помолимся. Встали и помолились. Не молитву прочитали, а помолились. Сами от сердца вознесли молитву. И вот тогда, видя нашу молитву, включенным, будучи в нашу молитву, заразившись тем, что мы получили на молитве, окрепнет сердце и нашего ребенка. Вот это очень важно. Трансляция веры происходит не на путях рационализирования, не на путях рассуждений, не на путях богословия, если хотите. Трансляция веры происходит на пути живого общения, на пути включения ребенка в свое собственное Бога общение. Ну и, конечно, надо читать Библию. Не всю, не всю. Где-то читать, где-то пересказывать, где-то рассказывать. Очень полезна детская Библия. Но работать это будет все лишь тогда, только тогда, когда для вас самих Библия есть жизнь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...